Начинает. Чуть-чуть, чуть-чуть. Есть? Все. Поехали, друзья. Вроде нейтрон готов. Участись у меня под боком, если что. Даже стоечку сделаю вот так, как бы советовал сейчас. Прям как профессионал. Жми, говорю, да что жать-то. И для них хвост. Алло. Все. И так. Поехали. Крепитесь, друзья. Эльфийский Мирор, но вариативности в нем много. Можно играть через Кипера, можно играть через Кипера, можно играть через Кипера или через Демон Хантер, например. На самом деле вариантов не так много, по крайней мере, по первому, по герою. Но есть варианты по дальнейшему развитию событий. Можно играть, например, через Масса-Авчей с МГ. Можно попробовать, например, сыграть с каким-то подпушем. Масса-Авчей, второй герой, подпуш. можно попробовать на Т1 посидеть и попробовать сыграть в Экспар наверное на какой-то карте это тоже возможно потому что это эльфийский Мирор возможно все что угодно ну что, хелсбара есть одно хорошо в эльфийском Мироре я более-менее смогу рассказывать, что происходит в этом плане будет попроще да, можно через Балистия, естественно Балистия пока еще попадает по цели потому что в 31 патче нам обещают переработать в очередной раз Балистия у них снаряд будет лететь почти в 2 раза быстрее но не будет гарантировано попадание по цели также переработают сплэш и кажется ничего не сделают с уроном который бафали увеличивали Балистия это, конечно, меня немножко расстроило потому что это было отличительной чертой эльфийских Балистов, что они попадали по цели с соответствующим грейдом прям отличительная особенность уникальная у орков это играет на огонь с дополнительным уроном труповозки вообще уникальный юнит который способен трупы собирать, перевозить мортиры уникальный грейд картечь бонусный урон по средней броню, что удивительно увеличение колоссальное ну, мортиры тоже уникальные потому что это живой юнит, который единственный кто лечится из досадных орудий а у Уэльфа была вот такая вот отличительная особенность конечно, эльфийские баллисты еще славятся своей ненадежностью но зато они появляются опять тоже свои плюсы войска вступили в бой на трипинг, козел на козла на всякий случай давайте красный это у нас нейтро синий это фоги что по артефактам кольцо защиты против когтей естественно человек с кокциями он пободрее выглядит правда, ему следом выдают носок с агилой а тут сынок ну, хорошо ладно ах, набил он деревом я пробовал что это может произойти потому что дерево даже глазом не моргнуло как будто все оно уже нацелено было на этого пресна чуть-чуть накосять он сейчас как видите не трон и он идет в какую-то агрессию он идет в какую-то харасси он смотрит виском слева сам прикапывает арчу и отступает опа, опа, опа и уже не будет прикапываться смотрите просто как прикапал можно и пострелять и энтену побить но фоги-то точно лучше разбираются что сейчас нужно тратить войска отступили в бой он чувствует практику потому что хорошо виска спас стартанулась еще ночь рейндж ушел и виск ну за пределы зоны видимости ушел так хотели его прикопать не хочет терять время фогич хочет прокрепиться но нейтрон очень хорошо контролирует происходящее виском встреча почему вы сейчас не прикопаете понимаю на целый урон можно было в казна занести его потому что прямо вплотую они подбежали плюс пару секунд прикапан был воиска вступили в бой но единственный ответ не хочет не хочет не хочет Очень агрессивный рулайс Витрон, прикапывает одну Арчу Есть висп, который пока не спасает Арчу Ну и сложно сказать, как она может выжить И она выживает, но это на последней секунде Добегает до Бруэлла Сумасшедший контроль Еще одна прикопка На последних хитах верно спасается Витрон Виспа забыл уже испарить, так что Законтролился не может Но зато первую Арчу отжал Фогичу Витрон Пока что более-менее ровно Оба делают Грэк П-2 Никто не пытается Даже сделать экзит Более того, я не вижу Хантерс Хола У всех То есть может быть это будет Как раз Арчи Плюс Древо Ветров через Талон Распрейн заменит Если все с ним Войска вступили в бой Войска вступили в бой Войска вступили в бой Войска вступили в бой Мы узнаем как у старика киберспорта Владельца команды Ровскиз Какие у него новости Вы понимаете, что каждый интернет у Брюса Это событие Зови Брюса Ребят, надо финал досмотреть Давайте посмотрим, что здесь происходит А здесь происходит следующее Войска вступили в бой Появились вторые герои Алхимики Вот они ходят В броди Все играют через огромное количество Арчей Магазин Это как раз такой подпуш От Фогетча будет У Нитрона Хантерс Холл Очень по странному таймингу Крайне странный тайминг Что он хочет сделать? Хантерс Холл для апгрейдов Для Арча на брод Пока что непонятно С какой целью он это сделал сейчас На ночное видение А вот за чем Войска вступили в бой У Нитрона очень опасный Во-первых, потеряет Магаз Шреддер участвует в пуши Я увидел иллюзию Шреддера У Нитрона реально очень сложно Сейчас тренируется И Арча выходит очень криво Барак у него подставляется Вроде армия одинаковая, да? Барак может быть Кривус Шреддера Выкупает тоже Нитрон своего Барак падает Хорошая прикопочка Там Арчи стреляют Пыдаются с Эттами сражаться Но пока они сражаются с Эттами Тут убивают Шреддера И это очень сложно Шреддер очень хорошо поддерживает Но серьезный урон Особенно по лучшим сентам Его можно чинить Это ведь Механическое создание И поэтому все так за него цепляются Он дорогущий, конечно Но тем не менее Падают оба Шреддера Фоги недоконтроливает Лайфинг Шилд Он мог забежать в Арчей Он просто стоит И атакует Алхимика Что-то здесь приобретает Еще один Лайфинг Шилд Снаф Но с другой стороны Нитрон сейчас очень хорошо Постражался Потому что пока убивали Его Алхимика Успел нарезать несколько Арчей Но не знаю Тут 11-го это происходит 28 лет на 26 Все очень коцанное Спасается кто может Ну это какая-то поножовщина Знаете, это больше похоже на коммуналку Творится что-то непонятное Все очень быстро умирают И это Лайфингский Мирон Причем они оба выбрали мега-агрессивный стиль Если ладно, Нитрон там на что-то еще рассчитывал Боиска вступили в бой Ставя охотничий зал Ты как бы думаешь Что это лорницы какие-нибудь Малтан-джайанты в перспективе Апгрейды тоже Это все на перспективу У Фогича все просто Как бы один барак Штампуем Арчей Из зданий дополнительных Только один магазин Просто для того, чтобы И то агрессивный Который ставится по центру карты Чтобы закупать бутылки То есть Фогич в этой игре Не строил ничего Кроме Арчей Просто Арчей и пуш Это жутко Ну очень страшно Такого играть Потому что Если человек, конечно, контролит хорошо Он контролит хорошо Эти вещи тебя могут простудить Нитроша пытается Выправить ситуацию Восстанавливая сразу два Древа Древой войны Может быть даже Это не продолжение в Арчеи А баллисты Потому что смысл делать сейчас Два барака Именно для Арчей Особо нет На город на память То есть именно баллисты Это такой юрид Который долго строится Плюс тебе еще нужно апгрейд Сделать Мне кажется, что это баллисты Тем более, что каждый атакаец Можно купить дирижану Мойска вступили в бой И подделать рогчики Как он, как старт каракции Так, бой Хороший момент Нитрон выиграл Прилично времени А подрывником Сорвав Два мунвелла Вот здесь был подрывник Вот здесь было два мунвелла И скелепортировался Это дает ему Во-первых, этот патегам выгодный Банальный Стоит 25-25 Прожим Солом Он вылазит каждый По 180-50 Или по 180-40 Плюс Пока человек в соплайблоке находится Он не может ничего сделать Нормально Он не может армию построить Он начинает копиться деньги Три коктёра кипера Присоцентрот Но он не может тебе ничего сделать Потому что Войска вступили в бой Нитрон в каком-то моменте И я три минуты не видел Как строится эта база Очень невнимательно Он построил базу Это особенно важно Взорвать мунвелла Если у тебя есть экспант Это стандарт для стратегии Роспроинт-килай Потому что банальный человек За соплайблока Не может настроить армию побольше То есть у него есть деньги А что-то с деньгами Человеку не купишь Все, нужна армия Скронзивистом Не менее у Фогиджа Врывается Пытается козла Отрезка козла всего лишь стап Больше у него полезных вещей нет А может с козелкой умереть Смотрите, алхимика Ворвался на него Плюс 4 козла урона И убьешь Убивает козла В общем, целенаправленно у него бежал Считается козла У него было столько же лимита То есть, ну, как бы и визуально вы видите И 30-25, но я бы не сказал 5 лимита И тем не менее Тем не менее Фогиджу удается Вот единственное, наверное, окошко, которое у него было И падает алхимика Ну, это да Это практически нереально Вес героев Надо что-то придумывать Пока выйдет один герой Это Столько времени должно пройти Пока у тебя выйдут герои А противник может абсолютно спокойно сейчас Ну, хотя с арчами ты тоже быстро не убьешь дерево Потому что арчишь по пункту в три раза По готовому построению Ну, броня там все было То есть, какое-то время понадобится нейтрону для того, чтобы Отвинить эту базу Ее все равно нужно отменять Что же ты не делаешь Но, вы видите, Кипер Долго еще будет сидеть в таверне И Фогиджа оба героя живы Причем они очень серьезного уровня 4-4 Там третий Кипер Да, похоже, Фогид все-таки додавит Но это были очень важные убийства героев Прям очень важные Потому что при прочих равных он так просто не смог На коляску убивать их спану А там он уже работать мог То есть, он был уже виск, который всерьез делал деньги А так, к сожалению, нейтрон вынужден просто сдать эту базу В таком моменте, когда она падает У него даже не выходит главный герой Он просто физически не может дать нормально бой А теперь уже Фогид не обязательно суетится Мув, повторюсь, был просто шикарный То есть, это классика жанра Да, которая Ну, Фоги одерживает победу на первой карте Ожидаемо После отдачи экспанта Ожидаемо Так Посмотрим, давай посмотри Посмотрим Тут есть предложение Если трансляция закончится еще и раньше До окончания выставки Еще кимшом матч покатать Два на два веселенькие какие-нибудь Тем более, Хамкс Кэшн Как из одной команды Дать бой Очень суровая игра предыдущая Она вроде так Для стороннего наблюдателя Такая Вообще непонятная Одинаковые герои Одинаковые юниты Кто-то там кого-то бьет Кто-то куда-то убегает Но напряжение, конечно, там дикое было Фуфа надо, говорит, хамень У нас 4 компада, как для Фуфа Паб-Джи лучше Ага, понятно Какой счет? Один-ноль Хоу-Брус, привет, спасибо Не дрожься уже сразу поставил эльфов Фоги не торопятся Вполне вероятно, он пересматривает прошлое депо Нет, все, лучше здесь Нет, как пересматривать, а может, если Уже в игре Поехали Я говорил о вариативности в прошлый раз Эльфийского Мерора В результате мы наблюдали полное зеркало И с учением одного лишь там их снова Любопытно, а не все матчи будут играть Как братья-близнецы или нет Оказывается, да Нетроша сражался Решающую карту играл за квоту Последняя четвертая квалификация В финале он и Соник Они как раз на этой карте зарубались за квоту Он брал здесь Демон Хантера первым героем Это я к тому, что, возможно, он решит повторить И не будет у нас абсолютного зеркала В общем, с плюсом в ВВС играть Я думаю, что у тебя есть шансы Да? Я понял Кстати, мне надо сарик поставить Потому что здесь всякое стоит на карпа Такое варкафтое А так все было Fortnite, PUBG, Dota, KS Да, смотрите Смотрите О чем говорил Уже Демон Хантер против Козла Приятно Причем Нейтрон говорил, что против нормального игрока Демон Хантер не заходит И такое противоречие сейчас в голове Потому что, ну как бы, он только что проиграл Фоги Он наверняка считает его серьезным противником И сразу берет Димку Что-то, что-то он либо не договаривает Либо Войска вступили в бой Странный Привет, Данкл Данкл готовиться отдавать Всем еще раз добрый и добрый вечер В хорошем настроении Смарткрафт Ротский фест Отыграли уже матч за то, что есть фест Сейчас смотрим финал Да, он и низ Но, извините, такая мета Хотя Нейтрон, на параду я хорошо отыграл Так, Демон Хантер даже Он за арсфальмом прибежал Причем, взял и побежал сразу Сразу в бой Ему задача на Харас Ему задача не дать второй уровень, то лучше кипера Видит рядом без пол Еще один грамотный вид Здесь контролирует выход Замечает сейчас в ноге Демон Хантера И, конечно, ему не хочется с ним встречаться раньше времени Пока там нет второго уровня Хотя нет Он вызывает Эктик Ох ты, подошел, контролил Видели как? Подошел просто раз и подрезал бурлок Абитова Оп, и подрезал Эктик Очень хороший старт Моноберт Отличный Опа, сейчас еще Арчу покоцает А вообще, Димка, молодец Костерлай, он получает на Эльзе И Стоты плюс И Арчу режет Ой, буду недоконтролировать Не минус Арча А вот это старт И он настолько Он, с одной стороны, простой Сделал разведочку Подстройка Хорошо отконтролил Базово хорошо отконтролил И все И вот мы уже наблюдаем козла Которые щебутся вся на базе Без маны Без второго уровня И Дима, который подрезал Арчу Но это ошибка, безусловно Ходнич, он должен был контролировать Как должен был контролировать Войска вступили в бой Это хорошо, это интрига Ну, если бы хотелось бы Сейчас вот после 0-1 Еще Прибо-5 Какой-нибудь нулевый счет Не, хочется, конечно, чтобы Чтобы игрок брал игры И, возможно, даже Я не хочу загадывать Снова возвращается Уже с Арчами Дима, две Арчи с одной стороны Одна часть другой Подбежает спокойно Один энд А, нет, в смысле Из-за ошибок Сама падает В смысле Не падает Там прячется В хайпе Кили, конечно, плохо уже По здоровью Он не вывозит Потому что Кипер-то хорошо Он убежал домой Подпил с Мунвелом Войска вступили в бой Войска вступили в бой Войска вступили в бой О, это что? О, сейчас можно блокировать Расистику Слепорт Хорошо Он контроливает нейтрон В смысле Нейтрона флоги Наоборот Это минус ТП Нельзя давать Одна Арча Заставила героя Слепортироваться Он спокойно убегал Если бы не вот этот Микромомент Когда Арча Там подболчила Хорошо Причем в один момент, вы видели, Нейтрон резко ушел вправо, он сделал вид, что бросил затею уходить влево, для того, чтобы Фогич снял фокус со своей арчи и взялся кипер на контроле. Но Фогича хватило и кипера подконтролить, а потом понял, что Димка возвращается, вернулся к арчи и снова решательный пробежок. Хитрый Нейтрон, но Фогич тоже молодец. На город напали. Крепинг продолжается, кажется, очень важно. Ну, это получается лучше всего. Минус Магас, пришлось здесь по свернуть лавочек и отступить назад. Прям за виспас, вонюки, даже за виспас, и он борется. Взял своим виспом, подбойшил врага. Ну, конечно, на этом времени мы что-то потерял, но зато цели свои добился. Второй герой Нага, классический герой для агрессивного продолжения пуша. Особенно хорошо сочетается с Димой, потому что цели, которых, как правило, сочетается сражаться с Диманхантером, они с ним не очень хотят сражаться и пытаются убежать. Связка Блэкмастер-Нага, Диманхантер-Нага. Такая классическая агрессивная тема. Войска отступили в бой. Ну, врагу отступить, хороший дамаг наносит. Третий Кипер, между всем. Третий Кипер. Отпрыкиваться пробует энтами. Смотрите, какой блок хороший. Нага замедляет. Да, Кипер сразу понимает, что лучше даже здесь не терять времени, терять здоровье. Сразу селепортироваться. Восполнить жизни ману. И уже, как бы, действовать поспокойнее. Не тратить, короче, время. Тоже берет нагу, но это нагло не агрессивно, это скорее ответ на агрессию. То есть он понимает, что нейтрон будет давить. Войска вступили в бой. И одним из способов избавиться от такого давления, и это тоже полезно, но на первом уровне героя. Борьба идет за каждого нейтрала, за каждого там биспа, за каждую арчу. Особенно вот за таких жирных крипов. Как этот огр, он пока убегает спокойно. Ой, я особо сам Влада, смотри, что позже зашел. И даже сам того не желая, ноги исправил его от страданий, подрезал. Спахнет хорошим. И сражение продолжается. 36-35 на 35. Все очень ровно. Нага немножко закупила, не трогала. Но вот это сражение было все-таки фокичем, потому что ему достался артефакт, хороший опыт, золото. Поэтому... ССК вступили в бой. Трога решит отступить, к сожалению. На город напали. Так, лорница настроилась, стопили здесь, делаются. Здесь 0-2. Горщикли, хорошему дали. Лан-лафас покинул. Уходит. Пора, видимо, уже, пора. О, это будет, кстати, властелин колец, посмотрите. Это будут энты и деревья бегать. Логич будет выращивать. Опа-опа-опа! Не отменяет дерево. Ошибка грубая. В том, что экспириенс, конечно, хорошо, но дерево же висит с вискомбищем. Сумасширные деньги стоят 150, плюс 120, действительно, в общем, потому что это Фоггин. Он отдал фактически экспансию сейчас на ваших глазах. Хорошо. Зимка врезается. Хороший диспл. Сколько летов? Или живых? Моя скафа вступили в бой. А, здесь было дерево, которое больше пытался на халяву построить. Зима очень битый. Да ладно, это билдер. Бутылку нужно в магазине. Ночь сделать для того, чтобы в НВ мы пополнялись. 36, лимит на 36. Очень удачный смейт сейчас. Верный киванкаттер. И ну до последних секундах. Ой, там и стат, и свитер, и большой путылёк вези. Сейчас все мы начнём делать. Пробивает КП, но это последний КП. Уже третий уровень, хорошо. Делает стат. Ну а дальше что? Маны-то мало. То есть он на бутылке как-то пытается отбрыкиваться. Бутылка в Наге. Зиму снова бьют. Ещё одна бутылка на ФКД. 50 китов. То есть 50 китов. Выпивает еле-еле. Там бутылка скоро закончится в мейн. У него, конечно, арчи миллион. Посмотрите, какое преимущество по арчам. Четыре. Четыре арчи против восемь. Но герои, битые герои. Ты не можешь просто взять и ворваться. Пытается просто огрызаться. Как-то издалека отстреливаться. Нагло подвигает. Неужели это будет всё-таки по ноль? Там еще свитер. Понимаете? Там вся бутылка. Арчи просто врывается на мейн. Под деревья. Может быть это ошибка? Он убивает бутылёк. Продолжает идти дальше. С руки убивает Нагу. Получает четвертый уровень. Получает монобёрт. Арча подплочивает. Биз подплочивает. И гипер сверху каким-то чудом просто уходит из-под диванкантера. В Испании пытается встав от Наги. И тяжело. Это ещё не главная проблема. Бойсков тут на подбой. Сейчас же будет продолжаться осада. Деревья вперёд, арчи сзади. Есть кому танковать. Причём нейтрон играл против таких тем. Диманхантер, Нага, арчи, застройка. Мы с ним играли в 2005-2006 годах на МЦГ. Такими темами. То есть это такая древняя стратегия. Он знает, что делать. Но почему-то ничего не может поделать с фоксом. Не знаю, как так. Сейчас ему придётся сражаться не просто с армией. Не с кипером, который вернулся. Но и с двумя бараками. Это нереально. Это просто нереально. Скорее всего, его запущили из-за того, что это Т3. Из-за того, что он выходит в МГ. Фогги ещё видел это. И просто взял и деревья забрал. Малатон-чайдер. Без апгрейда. Смотрите, как он беспомощный. Его действует полноценно прикоп. Он всё сделать не может. Падает Диманхантер. ГГ. 2-0. 2-0. Я не знаю, какая... Интриги очень-очень мало. Потому что, конечно, Нейтрон может сейчас закомбечить. Бла-бла-бла. Но пока что всё идёт в одни ворота. Фогги уверенно побеждает. Старичка Нейтрона. Воркаф на седьмой раз подвиск, скажите. Придётся его закрыть. Придётся его закрыть. О, Ледокол, привет. Друзья, ещё будет общение с Люси. С Беривусом. Уберите его игрока. Гоу, гол. Мотивирует. Эй, я думал, у меня с никнейм кипнули. Нет, у них просто регей. Другая карта, видимо, что-то будет. Сетка есть, конечно, есть сетка. В Месси Чудейджи сетка есть. Разрелы, какие-то турниры тоже. Финнитрон улыбается. Гоу, 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 гоу. А, DC. Фогги, если честно, в туалет бегаете, он после первой катки убежал в 3 минуты. Потому что он как на игре, он сходит, смотрит в телефоне, страты какие-нибудь палит. Хотя он в связи с пресно, можно все баллы спокойнее, пересмотреть прошлую демпу. И это нормально в турнирах, когда между играми тебе там даются 3 минуты. Ты можешь ливнуть, загрузить реплей, посмотреть там на восьмой скорости, как проходила игра. Ну, потому что если человек опытный, ему достаточно несколько моментов по игре. То есть он, в принципе, знает, как она проходила со своей стороны. Ему нужно просто чекнуть некоторые моменты, которые он не разведал. То есть что в определенный момент было. Вот. И все. Это нормально. Я хочу сказать, что то, что не трон в финале, это уже, на мой взгляд, для него очень хороший результат. Учитывая наличие Хавка, да и Кэшу после Эфи Севита. Оба отыграли просто прекрасно. Один, два, три у Императора. Второй дошел до финала. И они там 3 и 1, да, сыграли. Хавка же не 0, бил тэч. Мне кажется, одну карту отжал, если я правильно помню. Хотя я могу ошибаться. Вот. То есть это уже очень хороший результат. Понятное дело, что сингл хорошим, как это было, пахнет с устойчивым против дабла, с возможностью даже, если я проиграл в первом туре, в лазерам пройтись, то, если мне нужно, то, чтобы я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. А вот у меня микрофон упал. А я куда ты говорил? Сейчас, твистеру его. Готово. Сори. Не заметил даже. Научно твистеру. Смотреть, что у нас по призовому фонду. Просто вполне вероятно. Нет, призовой не пополнялся в том момент, как мы закинули еще тридцатку. Увеличили его до 182 тысяч 505 рублей. Очень серьезный для варкафта, особенно призовой. И очень большая разница между первым и вторым местом. В два раза как раз 45 и 90 тысяч. Всего-то стоит собраться и отыграть серию хорошо. Нам проставили в матче за третье место 3-0. Как, конечно, на самом деле 2-0. Потому что у нас нельзя разные боссы ставить на финал на матче за третье место. А здесь актуальный счет. Следующее событие. Можно посмотреть. Викинг, говорит, что приз, я кинул себе 500 перекинок в призовой. А, окей, хорошо. Очень хорошо. Пополняю еще призовой, сори. Чуть-то я 5-4 не пополнил. Изи. Ну что ж. Для нейтрона это может стать последней карта. Уж больно, уверенно себя чувствует Фогич. Если мы вспомним Амазонию первую. Даже там особой шансов не было. Во второй карте я пропустил, скорее всего пропустил, вот эту тайминговую разведку, когда Фогич понял, что нейтрон уязвим. Что он делает геройт на Т3. Что он выходит в маунт-биджайдов. И что его на такой маленькой карте можно пропушить. С деревьями застроить и продавить. Как раз до того, как у него появится АМГ с нормальными грейдами. Вот. Ему удалось навязать сражение. Пытался мне трошу там отковыряться как-то. Вложенный помогут им героя в ту же самую наговоре, в того же самого кипера. Но не получилось вообще. Не получилось. Оба собираются сразу закрепить желтые точки. В общем, там выпадает зарядный артефактор какого-то третьего, что ли, уровня. Фотенциально очень хороший. А что киперываем? Кипер первый. Ну да, кипер. Он экспериментировал, как говорится, и хватит. Если прошлый карте нейтрон сделал ставку на Диму, я подозреваю, что не смешительно из-за игры с Соником, из-за каких-то особенностей по карте, может быть, из-за того, что можно хорошо начать это похарасить, но даже несмотря на хороший харасс, бествор Чи, развод на телепорт, то, что он обогнал по уровню карта даже в какой-то момент, все равно не помогло. И не хватило, короче говоря, этого преимущества для того, чтобы потом нормально дать бой на магазине. Ну и после этого уже был сопутствующий бой на соседнем магазине с деревьями. Там уже было все в одну халитр, на самом деле. После вот первого сражения на магазине нейтрон уже был позади, ну, полностью. Лимиты более-менее равные, а уже героя хуже и хуже артефакта. Посмотрим, что выпадет первому на седьмую, а тут ставка со своим деманом, не знаю. Наверное, седьмой будет пополезненько, чтобы его попридержать на хотя бы средний этап игры. Он подсильнее там будет. Пока все пассивно. Взаимная разведочка была. Увидели друг дружку. Просто продолжают крепиться. В этом подходе есть определенный рандом, потому что ты не можешь контролировать, что выпадет противнику. Но на некоторых картах ты просто ну, либо не успеваешь выбирать вовремя. Войска вступили в бой. Если ты выступаешь в роли агрессора, как, например, на Тейси, то очень быстро у тебя пропадает желание так делать. Потому что ты прибегаешь, а там уже, по крайней мере, есть артефакты, есть второй уровень у человека. Иногда нужно просто собериться с тем, что ничего не поделать и, по крайней мере, делать то же самое, что и твой враг. Надеюсь, что, что тебе повезет. Так. Кажется, нейтрон вообще нацеленный построил пустую ручку. Если я правильно понимаю. Он выманил специально нейтралов. Если они не бросили ману, не было слов, не было молотком... Войска вступили в бой. Да, это же похоже на наглую ручку. Может быть, это правильно. То есть, если вы чувствуете, что в циркальном матче вам сложно как-то попрыгнуть в пуду, если не рисковать вот таким вот образом, то, конечно, нужно рисковать. То есть, вы только что проиграли дважды. Уже есть представление о том, что из себя представляет оппонент. И какие ваши приблизительно шансы. И вот в этой ситуации ты уже думаешь, что если все пойдет по такому же шаблону, то, скорее всего, ты там прикидываешь... Войска вступили в бой. Ты не удастся затащить. И вот именно в такие моменты может зайти экс. Но, похоже, это не какой-то психологический момент, а просто карта такая. И оба игрока ставят экспанды просто. И все. Персональный флиппорт, да, это дефолт. Они собираются и харасик пытаться отменять друг другу. Войска вступили в бой. Встреча высасывает ману. Вызывает энтов. Здесь, не знаю, стоит ли тратить испана. Войска вступили в бой. Они немного, они быстро справляются. А сам кипер куда? А, сам помогать. Короче, витрон опять ощущается. Новые энты наверху. Вынуждены отменить базу. Конечно, он тут теоретически должен был выигрывать сражение. Ну, потому что часть энтов, часть армии сражалась после стерео какое-то время. Плюс пришел алхимик при копке. Фоги тут может по этому поводу теряться. Войска вступили в бой. Пока есть только труп одной арчи. Но это тоже не выживает. Но с другой стороны, Фоги отменил экс и выиграл время. То есть это где-то плюс две с половиной минуты у него. Точно есть. Витрон не собирается как-то менять свой план. Он продолжает ходит с опозданием делать. Ой, какой контроль прекрасный. Он кинул осидку в виду арчу до успелого время полета осидки отступить, чтобы сплэш не развелась кислота на всех остальных. Отличный блок тут был. Убивает, не трогал алхимика Фогича. Хороший момент. Смотрите, какой контроль. Смотрите, какое количество арчей ели живые. Но они живые. Но, к сожалению, присутствует еще раз армии с экспан. Это плохо. Войска вступили в бой. Войска вступили в бой. Да, у Фогича есть экспан. Вот. И нужно что-то с этим делать. Это не смело развалиться по сроку бодрости. Один только был убит. Можно ли вынуть, говорит Севченко? Ну, как бы, да. Если ты слабака, можно выйти. В общем, и сражаться. Ситуация действительно непростая. Можно опустить руки. Но шансы-то еще есть. Ой, какой красивый заход сейчас от Фогича. Ё-моё. Вот после этого может быть и стоит поливнуть. Потому что он сделал специально круголя крюк такой сильный. Войска вступили в бой. Чтобы обойти армию врага. Но он гарантированно отменяет в третий раз уже экспан. И все, что нужно сделать Фоги сейчас, это отбиться здесь. Это все, что нужно сделать. Получится или нет. Фоги делает телепорт. 39 лимит на 35. Нейтрона по-прежнему больше. Но вы видите, у нейтрона алфилип очень битый, подставляется. Весьмы дисплеер ой, как много вестов нейтрон в расход пускает. Нет, здесь локно. Четвертый гипер, конечно, хорошо. Мы видим, насколько впереди нейтрон по убитым юнитам, но тоже вход сильно решает экспан. Просто очень сильно решает экспан. И из-за того, что битый алхимик, битый арча, я не знаю, как он будет здесь оставаться. То есть, чем дольше он здесь остается, тем меньше шансов на то, что атака будет успешной. Потому что герои здоровее не становятся. Войска вступили в бой. Фогича под боком магазин хотя бы есть. Плюс рядом еще Мэй с Мунвелом. Да, беда. И уже Фоги довольно резко, яростно идет в атаку и боится. И, ну, на самом деле, выгодно развиниваться. Прикапывает алхимика, опасный момент, передается алхимика телепорт, но он не успевает его прожать. Это фаталитик. Просто. И сейчас на отступлении такой кипер, у которого 190 маны, он точно сможет еще подрезать пару юнитов. Персональный телепорт. Минус одна арча. Минус второй арча. Минус третья еще блочится. Подрезает специально здоровых арчей, чтобы иметь возможность забить битв. Но вот этот момент передачи ТП это уже все. Это уже все. Потому что опять же, в четвертый раз нейтрон пытается сделать пазу. И судя по всему, ему в очередной раз не удастся это сделать. Потому что уже идет урон. Уже непонятно ГГ. Грац 3-0. Хоги становится чемпионом. Он давно не был чемпионом. А тут хорошая конкуренция, серьезные игроки. Сейчас мы сразу позовем его на интервью. Он получает приз там 91 тысячу рублей. Красава. Потому что последние два турнира Хоги отыгрывал очень плохо. А сейчас прям все четенько. Молодец. И так, друзья, на ваших экранах Хогич. сейчас. Давай, бочки, чтобы все... Ну что, ты не хотел загадывать, ты не хотел оценивать шансы, но хотел просто показать игру, за которую не стыдно. Тебе не стыдно? Немного. Немного стыдно? Но в целом героев не терял. Без пол диспейли. А, мы хотим, пока не забыли, подарить тебе эксклюзив. Я знаю, что когда ты начинал играть в Warcraft, ты не знал, что это такое, потому что ты начинал позже играть. Это, друзья, джевелы за 150 рублей эксклюзив ФРОК и ТФТ. Мы думали, кому же подарить? Чемпиону по Warcraft, вот, с пеками, держите. У тебя теперь есть еще один лицензионный Warcraft. 150 рублей. Спасибо Близзардам за наше счастливое детство. И, конечно же, распечатанный Фрост Морн. Держи. С ним можно было фотографироваться, как и с многими другими пушками Фофан. Но как чемпиону тебе положил Фрост Морн. Еще самый главный момент, надо достать от Близзов тупус такой. Он, это дополнительные подарочки от Близзард сейчас подкатит. А Нитрон не оказал, как показалось, должного сопротивления или ощущалось напряжение в матче? В первой игре, мне кажется, было опасно, потому что, ну, на самом деле, я решил напасть, агрессивно сыграть, потому что у меня было преимущество по криппингу, реллюзии. Было преимущество по криппингу, иллюзии, он как-то, ну, плохо разменивался, потому что я всегда считаю, что кипер на кипер лучше криппится. Я почувствовала, что могу его продавить, поэтому решил взять не по плану Шреддера. Вот. И мне кажется, если бы я купил второго Шреддера, до чего я не додумался, я бы додавил его. Но так как он его выкупил, я на него много времени потратил, он успел сгруппироваться, а так у него все колодцы были пустые, демагаз я убил, и он еще экспант параллельно вставил. Поэтому я считаю, что, да, ошибка единственная со Шреддером. А так у меня по итемам все было хорошо, копти, плюс потом свиток зверя. Я почувствовала, что могу контратаковать, хотя я потерял много арчерок, но у меня была уверенность, что хороши итемы. Слушай, во второй игре начало-то тоже было не самое хорошее у тебя? Ну, Демонхантер так и должен давить вначале. Очень сложно против ДК, конечно. Арчу, Арчу зачем отдал? Ну, его в сетку славили, корюкуют. А сетка домовая? Да, но у меня был план, и я, в последний момент я с тренерами решила, что буду бараками застраивать и давить по линии. Не ставить экспанду, потому что он играл агрессивно, я бы скорее навряд ли поставил экспанду, что я по плану два магазина за контекст. И мне кажется, Демонхантер про любых раскладов он слабее, и он не держит стенку, потому что пеньки постоянно, и он не может выйти в Т3, потому что ему надо искалить, если нет. Поэтому, мне кажется, по плану все пошли. А ты решил его пушить не потому, что там был Т3 фаст и МГ, а просто у тебя план на игру изначально был такой? Ну, вообще, если там не Т3, был план экспан поставить. Но, да, ну, играть, как обычно, арчи на арчи. Вот, но так да. Ну да, так как если он находит в Т3, экспант не за что ставить, надо его наказывать, поэтому я решил давить, но в целом, честно признаюсь, я изначально бараками решил застраивать, даже если он будет на Т2, но с бараками я что-то не отменял их. У тебя, ты же понимаешь, насколько дорогой у тебя получается барак. Сам барак стоит там сколько, 155, да? Да, да. И виспич за 102. Я честно признаюсь, мне стыдно, что не хватило мультитаска, мне надо было там и там закупать, став от кипера, чтобы мана была, и как-то... А, и еще я привык играть на Нейтезе с удаленным обзором, поэтому я как-то, ну, сложно привыкнуть экраны на Бутлнете больше перемещать, и я не заметил, что мне барак убивается, он сверху подошел, но над этим надо работать, да. Ну, третья игра была уже самой, наверное, простая из всей этой серии, да? Я, кстати, ну, сейчас на Китае популярный инфо, и Тиаш Синфи часто играют, и я в последнее время очень много тренировался, сыграл очень много против Тиаша на зимний, и я использовал его опенинг, я все корректировки сделал, и мне кажется, у меня получилось из-за этого лучше, чем у Нейтрона, потому что у меня была практика. В начале 30-й игры прям как братья-близнецы, вы там все крепрут, все нормально, ныжка, но после первой отмены экспанда все пошло уже как будто бы под твою диктовку, то есть он должен был, не мог с этого плана сойти, так скажем, да? Ему нужно было продолжать пытаться хотя бы ставить экспанду, ну, либо тебя пушит. Он кипером отошел от экспанда, это ошибка. Он должен меня контролировать по прямой линии, а он куда-то вообще побежал ко мне на мейн? Он взял персоналку и подумал, что будет, типа, сможет быстро вернуться из-за этого. Да, да, это часто такая проблема, но на самом деле нужны пеньки постоянно. Если ты так вот резко, вот меня так Мун недавно выиграл на ВГЛ, я думаю, ну, сейчас встречу, а у него уже бегут шесть пеньков, и он седьмого, восьмого, девятого вызывает, а у меня такой один стэк, поэтому нужно постоянно держать руку на пульсе и быть как бы готовым встречать. А нейтрон не был, и, соответственно, мне достаточно легко удалось экспанду пеньки, а это уже победа, потому что я понял, что буду постоянно дарить, даже теряя арчей, у меня экономика работает, и я уже не обучаю эту игру. Так, ну, во-первых, призовой, там уже за первое место был 91 с чем-то тысяч, это две хорошие новости, во-первых, призовой значительно возрос по сравнению с тем, что был на старте, а вторая новость, что будет дополнительная активность от Русбрейна еще у нас на сайте, вот, вдобавок, конечно, к многочисленным еще турнирам по варгавке. Это же я, получается, первый раз за три года выиграл Русбрейну. Нету корейцев и хэппи, поэтому я все равно недоволен, вот, но я рад, что я очень благодарен, потому что благодаря Русбрейну я, собственно, приехал на стримфест. Слушай, мы можем сделать следующим образом, если тебе кажется, что победа не заслуженная, мы можем хэппи позвать, и ты с ним, как с императором, сыграешь. Ну, Пускай приходит на новый турнир. Этот турнир за мной. Эх, хэппи-хэпи, упускает, упускает свои возможности. Я как бы не азартный игрок, я на титула не играю. Тут еще... Нет, титул не светит, он император, как бы ничего не сделал. Нет, он не пришел, значит, проиграл. Согласен. Ну, хорошо, поздравляем тебя. Напоследок, скажи что-нибудь многочисленным фанатам, которые ставят пеки, которые здесь смотрят, стоят. Рассказывай. Ну, в первую очередь, спасибо Русбрейну, потому что, если бы не Русбрейн, ну, я бы навряд ли собрался приехать. И я на самом деле жалею, что пропустил прошлый стримфест, и мне очень понравилось. Я рад, особенно, что в этот раз два дня. Ну, безумная атмосфера. Очень понравился скенд Гудгейма, что я тут как дома, и что, ну, когда я заходил, я сказал, ну, мы партнеры Гудгейма, пропустите нас. В общем, ну, и, конечно же, зрителям. Я надеюсь, что вам понравился турнир, я готовился, я старался, чтобы вы, ну, ну, и, конечно, хочу поблагодарить моего бывшего тренера. Просто моего бывшего. Мы решили, что надо говорить моего бывшего. да, который тоже очень болел, давал подсказки, особенно против Хако, потому что пух все-таки хуман, и он очень большую работу со мной проделал. Я очень, очень рад, что у меня была возможность работать с ними, что он мне тоже помогал в этот раз. Ну, и, конечно же, основному тренеру Хэшу. Да, он молодец, и это его заслуга, что я собрался и выиграл, и, конечно же, Хандру Дукейджуи. Не забыл, не забыл. Хандр внимательно следил. Мой менеджер и самая большая моя поддержка. Маркрат 3. Ну, и, конечно же, тебе, тебе, Гугейму, за то, что... Спасибо большое за все, в общем. Поздравляем. Красавчик, просто красавчик. Средства тебе сейчас начислятся на счет ГГ, и 1 мая мы тебе по отработанной схеме все пришлем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok